Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Где-то с полгода назад мы объявили о том, что можно не только послушать наши беседы на предоставленные нами темы, но и задавать свои вопросы, и был объявлен почтовый ящик, ящик электронной почты, куда вы можете свои вопросы прислать. И вот сегодняшнюю передачу мы посвящаем ответам на ваши вопросы. Отвечать на ваши вопросы будем мы, я, священник Сергий Рыбаков, и священник протеерей Иоанн Мохов, настоятель храма святителя Спиридона Тримефонского. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну, вопросы разные приходят, вопросы есть простые, есть сложные. Давайте начнем с, ну, наверное, одних из самых интересных, которые, на мой взгляд, мне показались. Вот Ирина Маскаева из Самары задает такой вопрос. Как церковь оценивает сомнения? Часто меня посещают сомнения в вере, в религии, правильно ли я выбрала путь православия? То есть, не ошиблась ли я, идя за Христом? Вот как, что мы можем ответить на данный вопрос? Замечательные вопросы. Вот я до передачи немножко посмотрел и вижу, что у людей сегодня, ну, серьезно. Действительно, происходят изменения в душе. Изменения происходят в таком, скажем, духовном багаже, что уже перестают задавать вопросы, там, когда, там, на Пасху яйца красить, там, в какой день, там, соответственно, водой на крещение приходить, там. Справедливости ради, батюшка, я вам скажу, что эти вопросы тоже были, просто я выбрал те, которые было бы интересно. Это достаточно сложный вопрос, хорошие вопросы, потому что у людей видно, что это тревожит, они переживают. По поводу сомнений. В свое время я столкнулся с такой притчей, которую рассказал отец Олег Стеняев, известный миссионер, священник в Москве. Служит и, соответственно, даже посещает другие регионы сейчас, поскольку позволяет ему здоровье. И где-то он местами делится такими, скажем, житейскими зарисовками. Ему один пришел человек, чтобы принять православие, стать христианином. Почему? Потому что он сначала пришел, там, к другим представителям религий. В одних меня поили чаем, рассказывали, как все хорошо. В других я, там, вдыхал ароматы курительных трубочек, палочек, вот, которые привезены были из далекой Индии. В третьем месте, значит, мне сразу скажут, что место пастыря предоставить. Он говорит, единственное, что куда я пришел, пришел в православную церковь, и мне задали фактический вопрос, чего ты приперся сюда? Он говорит, я посмотрю, много народу стоит, тесно, неудобно. Ну вот, и при этом, говорит, люди настроены несколько даже враждебно. Меня это несколько насторожило. Я понял, что, наверное, здесь, скорее всего, истины нет. Здесь собрались люди озлобленные, несчастные, вот, которым именно нравится некое такое по отношению к себе жестокое обращение. Но, придя домой, так сказать, взвесив, в общем, и оценив с точки зрения современных рекламных технологий все, что происходит, где все, вроде, доступно, просто и понятно, но часто является некой такой приманкой к чему-то другому, что может тебя поглотить. И вот это заманчивое, так сказать, заманчивое предложение в других религиях он, к тебе, решил отвергнуть. Пришел второй раз я в православный храм и попытался увидеться священником. И увидел, что священник очень занят, ему некогда разговаривать со мной. Вот, набросал мне несколько там фраз, цитат, давай вот этим занимайся, потом придешь. Опять было желание уйти навсегда и прийти туда, где тебя там ждут с распростертыми объятиями, названивая даже. Вот. Ну, третий раз, когда я пришел, что-то прочитав, пообщався с священником, вдруг для меня открылась совершенно другая сторона церкви. Вот именно через терния к звездам. То, что настоящее, то, что дорогое, оно не может быть легким. И вот то, что людей охватывает сегодня сомнения, пойдя в церковь, чаще всего ведь человек приходит в церковь, и он, как ему кажется, под призмой просто своего человеческого опыта видит, сколько несуразностей в русской православной церкви, сколько проблем, сколько шероховаться, и не так, как хотелось бы. Но это совершенно понятно по той простой причине. Человек идет к Богу. И мы православные, мы нетолерантные люди. У нас нет альтернатив. Мы говорим, мы обладаем единственной истинной верой. И на пути к этой вере дьявол будет ставить не только сомнения, такие искушения, такие испытания, что человек, он не только споткнется и упадет, идя к Богу. Он может даже столкнуться с тем, что он может и какой-то, казалось бы, начаток веры даже, кажется, потерять, там огонек может угаснуть. Потому что будут на его пути стоять, на самом деле, козли не дьявольские. И они, причем, скажем, не в смысле такого, что он явился лукавый, с рогами, копытом, человека запугивает. Это те же самые страсти, которые были приобретены в течение жизни. Потому что церковь предполагает, чтобы человеку, ну, даже вот элементарно открываем молитвослов. Перед утренним молитвом ты в себя приди сначала. Интересное вообще выражение, где ты находился, чтобы прийти в себя. Приди в себя, оцени себя. Вот, критически оцени себя. А там сколько всего сделано за жизнь. Вот, какие только не приобретены качества. Человеку там аскетика постить свою тяжело. Стать в храме на службе на ногах своих, на ножках, очень тяжело. Там лучше бы сидеть, как у некоторых других. Там, к примеру, причащаться, все подходят к чаше. Вообще непонятно, кто подходит. Я-то достойно, другие-то кто. На них посмотришь, чем они болеют, как они выглядят. Как так можно? Вот священник не уделяет мне лично внимания столько, сколько я хочу. Вот почему-то на всех он делит, а некоторым даже больше, чем не хотят. Я там понимаю, что эти люди тоже какие-то условные, так сказать, там, в ряду, так сказать, тех, с кем можно общаться. И вот сомнение, на самом деле, очень правильное состояние. Что у человека нету сомнений, здесь большой вопрос. Он либо святой, либо он безразлично относится к этому состоянию. И поэтому сомневайтесь, но в сомнениях вы будете находить, потому что вас это будет одолевать. По поводу православия. Как я уже сказал, у нас нет другой веры. У нас нет другого пути. Христос воскрес, мы с этими словами идем по жизни. Если Христос не воскрес, как и один из его апостолов говорит, в писаниях вера не имеет нашего никакого значения. Когда мы говорим о православии, коснитесь с точки зрения вашего личного образования, коснитесь истории церкви. Сегодня очень много других людей, которые религиозно нам навязывают свои, как говорят, истины. Возьмите, прочитайте просто историю церкви. Откуда она идет? В нашей истории церкви 2000 лет до Христа. И Ветхий Завет тоже весь наш. Ветхий Завет был заключен с кем? С определенными людьми. А не с теми, кто вдруг случайно где-то появился. О, наверное, и с нами Бог заключил Завет, хотя мы его до этого не знали. Мы имеем историческую, если можно так взять, посмотреть на это, с точки зрения, так сказать, родовых взаимоотношений, историческую генеалогию. Принестность. Конечно. И пускай вот люди, которые ощущают некое сомнение, не ищут, находят силы дойти до священников, реально до священников и поговорить. Может быть, скажем, даже найти надо свой храм, потому что есть, скажем, храмы, которые находятся на магистралях каких-то наших городских дорог, где священник, ну, действительно, вовлечен такой водоворот, вот событий человеческий, кого-то покрестить, кого-то там отпевали, кого-то, соответственно, надо посетить. И просто для беседы, может, не хватает времени, в обычное дневное время. Но в вечернее богослужение оканчивается, священник часто готов общаться. Есть и храмы, которые, может быть, менее загружены, вот, и священнослужители готовы общаться. Надо начать с этого. И вообще, немножко так, если от себя я бы добавил, что вообще, в принципе, сомнение – это всегда такое умение пытливого ума задавать вопросы. То есть это не скептическое отношение ко всему, когда я стою в стороне и так, это побиваю ногой по полу, и давайте приплясывайте, доказывайте, что ваша вера истинная. Если сомнение такого плана, то он, скорее всего, греховный. Но если сомнение – это действительно какой-то вопрос к Богу, к жизни, к самому себе, к своим взаимоотношениям с людьми, так эти вопросы нужно задавать. Вот. И уж если дело коснулось задавания вопросов и иногда действительно нехватки времени у батюшек, то я напомню, что сейчас у нас действует один, наверное, из самых громких проектов в России и уже даже в мире, потому что вышел за пределы России. Это «Батюшка.Онлайн», когда вы можете задать любому священнику и любой интересующий вас вопрос в любое удобное для вас время и получить грамотный, квалифицированный ответ именно от священника. Следующий вопрос задает нам Павел Будник из Санкт-Петербурга. Вопрос его такой практически бытовой. «Моя девушка-католичка, я православный. Хотим сыграть свадьбу, но встал вопрос с венчанием. Где венчаться и как на это смотрит православная церковь?» Ну, на самом деле вопрос с точки зрения наших церковных законов достаточно простой. Конечно, слава Богу, что у человека он возник, но я отвечу, что эти вопросы возникали и 100 лет назад, и 200 лет назад. Есть постановление Русской Православной Церкви, в котором говорится, что православные могут вступать в браки с иноверцами. Иноверцы – это предполагается именно христиане, католики, протестанты, те, кто разделяет вместе с нами учение Святой Троицы. При категорическом условии, что люди будут детей взращивать, рожденных в этом браке, в православной вере. Это главное условие. И поэтому Павлу мы посоветуем вступить в брак с любимым человеком, но иметь твердую позицию православной веры, обозначая то, что родятся дети, они будут православными. И может быть своей, опять же, верой, своей горячностью в какой-то степени, было бы хорошо, чтобы Павел сумел привести свою избранницу, сердце, именно к той вере православной, в которой он живет. А если вдруг встанет вопрос, все-таки, с воспитанием детей, очень сложный ведь вопрос? Сложный. Захочет ли она? Ну, этот вопрос должен решаться до брака. И я хочу также обозначить, что у нас, если взять апостольские послания, в которых, в частности, апостол Павел, он говорит, что жена христианка спасает мужа неверующего, мужа язычника, и наоборот, муж христианин спасает жену свою неверующую или язычницу для Христа. Да, может быть, они принимают веру, может быть, не принимают, но это не значит, что мы не спасаемся. И сегодня в нашем огромном государстве, где проживают разные народы, есть разные культуры и есть, соответственно, разные религиозные исповедания, мы знаем то, что есть браки, когда между православными браками мусульманами, между православными буддистами, между православными вообще неверующими. Только единственный такой нюанс, вот по поводу именно самого, так сказать, таинства венчания, оно невозможно с теми, как я уже сказал, что являются вне нашего понимания иноверции. То есть с мусульманами нет венчания, с буддистами тоже нет. Это наш церковный устав. И он там, скажем, не то, что какой-то, ну, скажем так, нетолерантный какой-то устав. Здесь вообще вопрос об этом не стоит. Это просто, это устав. Мы на него опираемся, это каноны церкви, которые неизменяемы. Ну, и тоже может возникнуть вопрос, где венчаться. То есть в какой церкви? В православной, в католической? Ну, опять же, слава Богу, что Павел задал вопрос, вот, венчаться только в православной церкви, это пункт первый. А пункт второй, так сказать, дважды венчание не совершается. Поэтому мы признаем таинство в нашей церкви единственное совершенным. Как единое у нас крещение, единое миропомазание, единое венчание, единое, соответственно, так сказать, учаше именно в православной церкви причастие. Нельзя человеку за этим всем другим идти, там, католикам. Вот ни в коем случае. У нас нет того евхаристического общения, за которое, может быть, кто-то сегодня ратует. Но сегодня этого нет. Между нами католикам. Да, мы можем там молиться друг за друга, потому что Господь повелел вообще там за любящих и на вещь, за врагов даже молиться. Ну вот, католики ближе всех к нам относятся, находятся по, именно, пониманию тех догматов, на которые мы опираемся. Но это не значит, что у нас все одно. При всех нюансах, там, несмотря на то, что происходили встречи даже глав русской православной церкви, да, и понтифика там, Рима, это не значит, что у нас изменились взаимоотношения непосредственно церковного, религиозного характера, практического, обряда. Следующий вопрос достаточно смешной. Но я его включил в перечень, потому что, что удивительно, этот вопрос достаточно часто задают в той или иной форме. Батюшка, подскажите, пожалуйста, какая участь у животных в вечности? «У нас умер кот, и ребенку, чтобы утешить, я придумала, что он попал в кошачий рай, но сама-то я знаю, что души животных не бессмертные. Очень унываю и сама, неужели наши животные, которых мы так любим, просто исчезают в никуда?» Спрашивает Аня Кирюшкина. Вот Аня Кирюшкина, я отвечу. Если вы бы читали Библию внимательно, то в Ветхом Завете еще сказано, почему человек не ест кровь животных, потому что в крови их душа. И само по себе животное, в отличие, скажем, от человека, не обладает бессмертной душой. И у животного совершенно другое предназначение. Вот когда мы дарим друг другу цветы, ну там муж жене подарил, там, или жених невесте, там, или там сын, там, мать, или еще в хороший смысл ученики, там, своим школьным учителям. Вот когда букет цветов завял, засох, вот, к сожалению, не очень-то большое. Сама была радость от момента, а потом дальше все, цветы ушли в утилизацию. Вот, может быть, грубые сравнения, но животное тоже дано человеку для радости. Либо для каких-то, скажем, опять же, здесь, может быть, слишком примитивных, скажем, на хозяйственных бытовых нужд. Бог дал человеку этот мир, чтобы человек им владычеством управлял, царствовал в этом мире. Но вот по поводу нашей загробной участи, знаете, о своей душе надо по печеньям эти иметь гораздо больше, чем о животных. Им хорошо уже здесь, то, что мы их любим. А дальше, скажем, так сказать, заканчивается их существование, это в данном случае для них тоже благо, Богом предопределенное. Поэтому, простите, кошачьего рая не существует, не существует собачьего рая. Хотя на эту тему, да, есть, на самом деле, много очень таких историй, юморного характера, ну, не об этом, да. Но самое главное, хочу сказать, что не переживайте за них. Им хорошо, когда вы их любите, и хорошо, если вы их, там, соответственно, в течение жизни своей, за кого, как есть выражение Кипринга, мы отвечаем за тех, кого приручили, чтобы они знали, что вы покровительствуете им, они не будут выброшены, вот, отправлены из дома, это будет здорово. — Николай Брюханов из Оренбурга спрашивает, начиная с знакомства с православной верой, с чего посоветуете начать, какие книги почитать? — На такой степени, скажем, широкий вопрос, в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, если человек задался уже вопросом, что почитать, видимо, с чего ты начал. Это первое. Второе. Сегодня, благо, существует не просто литература, сегодня практически вся православная литература в доступе онлайн, есть на интернет ресурсов практически все священные книги, Ветхого Нового Завета, ну, не практически, а все священное писание есть, есть святые отцы, есть православная наша церковная билетристика. Наверное, начать с самого простого, самого легкого, вот, в хорошем смысле слова, закона Божьего. Потому что человеку надо на что-то опереться. Если он прочитает закон Божий, наверное, возникнет тут ряд вопросов или интересов, которые давать будет возможность дальше что-то искать. Я могу посоветовать, допустим, поэзии Святогорца почитать. У него прекрасное шеститомное издание сегодня, его, значит, ответы на вопросы, которые задавали его духовные чады, ученики. И это замечательная вещь. Но все-таки человеку необходимо опереться на те знания, пускай, может быть, они такие где-то местами, ну, как, скажем, сухие даже, как энциклопедические знания. Но знания, которые дают возможность ему быть истинным членом Церкви Христовой. Потому что я вот, ну, из своего опыта могу сказать, что есть люди, которые весьма-весьма просвещенные, они читали не святые-святые, там, поэзии Святогорца прочитали, им все понравилось, им восхитились этим всем. Но они не знают, как готовиться к причастию, например. Они говорят, вот там пишут поэзии, причаститься надо, я вот решил причаститься. Я говорю, готовьтесь. Я готов. А как вы готовы? Я всегда готов. Можно я вечером приду в храм, чтобы причаститься? Прям желание такое. Мы столкнулись с тем, что вот этих азов нет. Или, скажем, опять же, так сказать, ну, восхищаясь каким-то прекрасным автором, которых, благо, сегодня много, и это не только наша русская православная церковь, вообще сегодня, по-моему, так сказать, испытывают некий такой золотой век писательства. Такой некий бум даже у нас есть. Конечно, большая часть это реально, это билетристика. Больше, скажем, для обывателя, который выцерковляется, но есть и серьезные вещи. Есть и авторы, которых мы берем с греческих языков. Есть и авторы, которые достойны нашего внимания, из наших поместных церквей, условно скажем, от Болгарии, Румынии. Есть Сербия, есть русско-американская церковь, православная именно наша церковь. Много чего есть, но начните с азов. Потому что, опять же, такой нюанс, так сказать, сталкиваемся с тем, что люди совершенно не молятся. Я там хожу иногда в храм, я читаю, я восхищаюсь, что они молятся. Почему? Не знаю. Но как же, вы должны иметь общение с Богом. Ну, я в сердце. Ну, а то, что, соответственно, есть правила церковные, что ты должен день начинать с утренних молитв, или, соответственно, день заканчивается вечерней молитвой. Слышали что-нибудь о правиле Серафима Саровского? Нет. А Серафима Саровского? Да, конечно. Великий, святой, ездил, даже приложился к мощам. А попробуй молиться, как он заповедовал. Хотя вот минимально. Не знаю, откуда. Ну, поэтому начнем с закона Божьего. А вот после закона Божьего у человека должен сформироваться не знаю. На мой взгляд, какой-то следующий вопрос. И тогда уже дальше. А вот если немножко дополнить этот вопрос подробностью вашего вот вкуса. Вы что любите читать? Какие авторы, ну, скажем, любимые? Вот, может быть, к которым возвращаетесь, перечитываете? Если сказать честно, ну, вот, человек я ленивый и малочитающий. Но могу сказать то, что всегда под рукой, к чему обращаешься. Феофан Затворник, потому что, скажем, этот автор и писатель 19 века до такой степени, на мой взгляд, сегодня близок к нашему современному христианину, в частности, мне, что, ну, у меня возникает порой ощущение то, что писал-то он, на самом деле, грешному мне, так сказать, как поступать, в чем, так сказать, находить ответы на мои вопросы. Огромное его наследие, которое нам оставлено сегодня, оно есть и, соответственно, в книгах, в таком бумажном варианте, на бумажных носителях, и в то же время в электронных носителях. Поистец Петоголец, ну, на самом деле, тот автор, к которому можно возвращаться, и даже у меня есть такая крамольная мысль, да, что вот если бы вот с ним бы увидеться, вот успеть, потому что он жил в наше время, то есть вот, может быть, вообще поменялась бы жизнь многих, именно россиян, потому что, ну, вот то время, когда середина, значит, 90-х, он принимал всех до последнего дня своей жизни, и уже были открыты наши, так сказать, железные занавеси, железные ворота, и не только туристы устремились там на теплые берега, там, Игейского моря, других морей, Средиземного и так далее, многие именно православные за поиском благодати и, скажем, тех подвижников благочестия, которых нам категорически не хватало после тяжелого советского периода, люди ехали, и можно было бы поистец Петогорцам встретиться. Поэтому это шеститомник эпизодически перечитываю. Из наших современных авторов интересно для всех будет письма отца Иоанна Крестьянкина. Это простые вещи, но их очень много, во-первых, и, во-вторых, тоже, там, 80-е годы, 70-е годы, там, 60-е годы, а те же самые вопросы житейские, о молитве, о посте, о взаимоотношениях друг к другу, о смирении, о послушании, все там звучит. Конечно, можно сказать, что у меня вот на полке стоит святитель Иоанн Златоуст, все его тома, да, но когда их открывать, есть возможность, чтобы углубиться, потому что, скажем, одна проповедь или одно поучение Иоанна Златоуства, оно, ну, в среднем от 20, там, до 40 страниц. То есть надо именно сесть и читать. Не то, что не хочу. Ну, есть такой нюанс, вот, достаточно большая семья, и порой, скажем, вот это все время свободное, так сказать, но либо служение церкви, как священник, если остается время, это семья, которая тоже забирает время. Вот какие-то урывками, понятно, конечно, желаешь прикоснуться к этим великим святым отцам, где-то мы открываем что-то, да. Ну, скажем, честно скажу, так сказать, вот именно углубляться в великих отцов, просто есть желание, но категорически порой не хватает времени. Поэтому вот тех, кого я назвал, они, скажем, по-человечески близки к нам, видимо, знают, что мы-то будем ленивыми, во-первых. Во-вторых, времени будет на все не хватать, и поэтому их поучение, их слова, их ответ достаточно, может быть, короткий и емкий. Ну вот у нас осталось совсем мало времени, буквально на один вопрос и на один ответ хватает его. И тоже вопрос бытовой. Сейчас на рынках часто можно встретить магазины халяль, можно ли в них покупать продукты и тем более вкушать их православному христианину, спрашивает Виктор Мочалов или Мочилов из Сызрани. Вот вопрос, на самом деле, несколько, я бы сказал, для меня провокционный. Почему? Потому что этот вопрос, он стоит уже не один год, и у нас разделяются мнения священнослужителей. Одни считают, что халяль – это всего лишь навсего чистая пища, которую ничего страшного, так сказать, вырастили, но фактически чуть ли не экопродукты, или, как сегодня говорят, биопродукты. А если коснуться все-таки реально, так сказать, халяль – это не просто, что, скажем, животные, которые там на прекрасных кормовых каких-то там хозяйствах ели, пили все, что хотели, а потом его так вот аккуратненько закололи, кровь спустили, вот оно стало халяльным. Заклание животных в исламе предполагает, и, кстати, в иудаизме, предполагает, что произносят определенные священные тексты, их тексты, их молитвы произносят. И, по большому счету, на мой взгляд, это животное становится жертвенным. Апостол Павел говорит, что, в принципе, если с верой я вкушаю даже и зло жертвенное, оно мне не вредит, но оно может смутить и повредить моим братьям. И поэтому, наверное, так сказать, ссылаясь именно на апостола Павла, я могу сказать, что смотрите, если у вас нет возможности приобретать другие продукты, но через то, что вы их осените потом крестом, знамя, выяснете свою молитву, да, эта пища для вас будет чистая, но не смутите ли вы кого-то, кто скажет, православные, где хотят, там, соответственно, продукты покупают, едят, где хотят, и, соответственно, порой, может быть, и смешивают свои даже догматы с учениями других религий. Поэтому вопрос, на самом деле, такой, несколько категорично, так сказать, угловатый. Я посоветовал бы, наверное, Виктору, благо в Сызрани не один храм, подойти к священнику, с которым, может быть, он общается, или кто является духовником, у него взять персональное благословение. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. На сегодня все, мы прощаемся с вами. В следующей передаче мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин